Доброе утро, Санкт-Петербург! Чтобы быть прекрасно в физической форме, надо тренироваться у лучших. И сегодня, к сожалению, ненадолго я стану учеником у легендарного тренера по фигурному катанию Тамары Николаевны Москвиной. Приветствую вас, Валентин! Здравствуйте! Здравствуй, Санкт-Петербург! Побежали! Побежали! Прежде всего, давайте выберем, собственно, что нам создаст хорошее настроение. Посмотрите вокруг. Какая архитектура! Скоро травка зеленая будет совсем. У вас уже улыбка на листе появилась? Появилась. Тамара Николаевна, почему вы вообще выбрали фигурное катание и какой-либо другой вид спорта? Вместе со мной в зоопарке сидела девушка, которая занималась в четвертом классе. Занималась фигурным катанием. Ну, мне же было интересно узнать, что это такое. Ну, на уроках что делаешь? Ну, не только преподаватели слушают, но и, что говорят соседки по парте, заинтересовала. Я попросила ее разрешение и пошла вместе с ней на катание. Вот так и началась моя судьба фигуристки, а потом тренера. У вас большое количество чемпионов, но ведь бывали ученики, которые не становились чемпионами. Что отличает чемпионов от тех, кто все-таки не достиг этой вершины? Ничто не отличает просто стечение обстоятельств. Может, какое-то везение, может, какое-то чувство упорства, настойчивости, терпения. Например, смотрите. Вот сегодня такая холодная ветреная погода. У меня слезы из глаз. Холодновато. Можно было бы раз в кусты и домой. А мы же с вами настойчивы. Мы же хотим все равно добиться пробежки по марсовому полю. И пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А теперь так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. И вперед. Так-так-так. Какими качествами должен обладать именно тренер, чтобы привести своего ученика к победе? Любовь к тому делу, которое ты делаешь. Дальше. Знание всего, что вокруг твоего дела. И самое главное, пожалуй, терпение и видение, что положительное можно выхватить у этого человека, что у него положительное. Чтобы все остальное отрицательное закрыть и забуалировать. Побежали дальше. Тамара Николаевна, современный мир очень быстрый. Все приходится делать на бегу. Что вы делаете на бегу? Я делаю все на бегу. Думаю, планирую, анализирую, слушаю музыку, разговариваю, наслаждаюсь, дышу, придумываю, чем еще насладиться, как преодолеть обстоятельства. То есть надо делать все за одно. С чего надо начинать, если человек никогда не бегает? С имитацией бегает. Это значит, смотрите, бег, 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 ходьба. А потом потихонечку переходить. Потихонечку, потихонечку на месте. Мы можем же вот так с вами бежать. Правда? Это тоже тренировка? Да, конечно. Давайте я вас обгоню. Давайте. Тамара Николаевна, мы хорошо размялись. Я готов теперь перейти к более серьезному испытанию. Что вы хотите сделать? Ласточку или волчок? Я могу научить? С удовольствием ласточку. Ласточку. Годится. Держимся запорничек. Так, поднимайте вытянутую ногу повыше, повыше, повыше. Руку поднять, пальчики поболеть. Ну, вот так. А улыбка. А вот это немножечко. Вот так. Коленки. Глаза пошире, ведь так же снимают. А стяжки нет у меня. Вы на меня поворачиваете. Спасибо, Тамара Николаевна. Спасибо, Тамара Николаевна. А я благодарю вас, как очень послушного ученика. Но с вами еще работать и работать. Я не сомневаюсь. А вы, дорогие петербургцы, приобщайтесь к спорту. Тамара Николаевна Москвина. На бегу. Продолжение следует.